3D-диагностика как поездка в метро. Вместо тоннеля – стенки толстого кишечника. Врач на месте машиниста. Всё внимание на опасные участки. Я вижу окрашенный синий бугорок, который на самом деле, как оказалось, был полипом, то есть маленьким доброкачественным вырастом на стенке кишки. Компьютер помог нам не пропустить, не отвлечься, а увидеть вот это вот маленькое изменение на стенке кишки. Когда такое новообразование заподозрили у Николая, молодой человек испугался. Ведь прежде всего необходимо было пройти колоноскопию, исследование толстого кишечника, процедуру деликатную и неприятную. Когда я узнал, что есть более щадящий способ провести это обследование, то я обрадовался, так как там не будет большого длинного зонта, а будет просто томограф. Николай согласился, когда узнал о новейшем методе 3D-диагностики, в котором работает не колоноскоп, а ультрасовременный томограф. Он делает трёхмерные снимки, а специальная программа автоматически маркирует возможные патологии на самых ранних стадиях. Получается опыт диагноста, помноженный на технологии. 3D-снимки – это ещё и уникальная возможность взглянуть на орган изнутри. Единственный минус этого исследования – невозможность взять биопсию. Если что-то в кишке найдётся, какое, допустим, образование из него, положено брать биопсию. То есть берут маленький кусочек ткани, который отправляют на анализ. При виртуальной колоноскопии такое сделать нельзя. Если мы что-то найдём, человеку придётся идти на полноценную колоноскопию. Но мы же с вами говорим в основном о людях, которые, скажем так, о профилактических осмотрах. То есть у большинства людей, которым это делается процедура, не находят ничего. 3D-диагностика – ещё и помощь хирургам. Программа точно укажет координаты новообразования. Раньше подобные лапароскопические операции проводились через 3-4 прокола. Но совсем недавно появилась возможность делать абсолютно бескровные операции. Всего через один прокол.